Всем доброй ночи, мои хорошие девочки. Мне не спится, не могу уснуть. Два часа ночи. В общем, лежала-лежала, крутилась-крутилась. Телевизор то включится, то выключится. В итоге я поняла, что уснуть мне не удастся. И я встала, выпила кофе. Вот вы знаете, когда у меня ни туда, ни сюда, я уже тогда психую думаю, да? Я выпью кофе, уже пусть хоть туда будет или сюда, хоть куда-то. Вот. Ну и что, решила что-нибудь поделать. Вообще, конечно, мне не дают уснуть обычно какие-то недоделанные дела. У меня куча мыслей в голове ворошатся, копошатся. И вот я знаю, что мне там нужно там убирать шкафу, там надо убирать, там убирать. Куда, что, кому отдать, куда, чего выбросить. Короче, вот эта вот вся ерунда крутится в голове, не дает мне уснуть. А вообще, вы знаете, мне вот хорошо помогал чай «Спокойной ночи», который я брала в Фаберлик, кстати говоря. Вот этот вот чай «Спокойной ночи». Я вам показывала его как-то. Видно? Ну, у меня уже заканчивается, там несколько пакетиков осталось. Но я его сегодня не выпила. А надо было, еще подумала выпить. Но я его пила с сиропчиком, который от суставчиков, который я брала в фикс-прайсе. Сиропчик у меня уже закончился. Кстати, надо будет сходить в фикс-прайс и купить еще. Очень вкусно получается он. И сиропчик такой вкусненький, полезненький. И вот этот вот чай «Спокойной ночи». Хотя можно было его выпить просто с медом, например, на ночь. И все. Но тут хороший состав. Тут идет «Ромашка», «Илан-чай», «Пустырник», «Валерьяна». В общем, хороший такой составчик. Ну, по крайней мере, он способствовал сну. Как-то вот спала. Ну, бывает у меня такое, когда я не могу уснуть из-за того, что куча дел невыделанных. В общем, короче говоря. Встала я, решила, день пускай у меня начнется уже, допустим, с такого сранья. Хотя вообще день не начнется. Я сейчас хочу сварить супчик. Пока он там сварится, я что-то еще поделаю. Потом я супчик поем. Вот уже под утро и тогда усну. Это уже проверено временем. Ну, то, что я планировала сделать утром, я сделаю, значит, сейчас. Я хочу сварить супчик легенький такой, с курочкой. Хочется бульончика с лапшичкой. Немножко картошечки туда, морковочку с лучком. Я даже зажарку делать не буду. Я прям кину туда и пусть оно все это вместе варится. Вот. Ну, сейчас пока вот все нарежу, почищу. На суп уже подготовлю. Поставлю курочку вариться. Попробую поискать еще по телевизору, по интернету. Может быть, какой-нибудь сериальчик. Если найду что-нибудь интересное смотреть, я тогда сяду напротив телевизора, подостаю какие-то там коробочки и поперебираю какую-то мелочевку. Если ничего не найду, может быть, сяду видео монтировать. Ну, что загадывать? В общем-то, сейчас загадывать трудно что-то. Что получится, то получится. Ну, посмотрим, чем я буду заниматься. И сколько времени на это мне уйдет. Ну, в общем, давайте приступим к супчику. В общем, девочки, я вам как-то показывала. Вот в нижней полке у меня продукты, да, лежат такие, бокалея всякая. А верхнюю полку я вам не показывала. Потому что там чего только нету. В коробке тут вообще какое-то барахло. Я уже не помню, что в этой коробке. Тут у меня губные палетки. Какие-то там очки. Там и солнечные очки. И, в общем, непонятно, что лежит. Короче говоря, я сейчас собираюсь все это перебрать. И не нужно все повыбрасывать. Тут у меня какой-то этот сериальчик бубнит, детективы. Но ничего не искала особенного. Пусть бубнит. Буду так поглядывать, одним ухом послушивать. И буду сейчас перебирать. Супчик варится пока. Все нормально. Пол третьего ночи. Ну, в общем, прибралась. Выбросила ненужный хлам. Кое-что нужно будет еще пересмотреть. Но это при дневном свете я пересмотрю губные помады. У меня их слишком много. Не всеми я пользуюсь. И в этой коробочке мелочевка всякая. Там проводочки. Надо будет еще посмотреть тоже при дневном свете, что там нужно, что нет. В общем, ну, в целом, там более-менее уже порядочек. Уже мне нравится. Девочки, время полчетвертого. Ну, я что-то немножко подустала. На большее у меня вроде как сил нет. В общем, лягу, сейчас полежу, пока телек посмотрю. А может и усну. Тогда встретимся утром. Всем добрый день, мои хорошие. Вы, как видите, уже светло на улице. День следующий. Я, как ни странно, выспалась. Поспала до 11 часов. Потом я смонтировала видео. Пообедала. Посмотрела. Фильм полежала. И сейчас я собираюсь идти в детский садик за Настей. В общем, как-то так день и прошел. Ничего сегодня такого по уборке не делала, потому что мне видео как бы монтировать надо. Погода сегодня вроде бы получше. Ну, так, солнышко с утра светило. Сейчас чуть-чуть оно спряталось за облачка. Но вроде бы тепло. Хотя я сейчас носик высунула в окошко. Тепло, тепло. Но ветерочек дует. В общем, короче, куртку одену все равно. На всякий случай. Настя сегодня не у меня. Сегодня я ее отвожу на тренировку. Я немножко перепутала. Завтра она будет вечером у меня. Я еще записалась на стрижку на завтра. Потому что волосы, они вот как бы вот нормально-нормально. Потом чуть-чуть смотришь. Уже вроде как-то и не так. Лежат в разные стороны. Начинают закручиваться, выворачиваться. В общем, решила немножечко освежиться. Чтобы мне было легче. Вот. Ну, все. Сейчас я здесь, что, одеваюсь, собираюсь. Иду за Настей. Потом в магазинчик еще хочу зайти. Там кое-что надо прикупить. Ну, идемте. Ну, что, девочки. Вышла я иду в садик. А тут, оказывается, дождик капает. Я-то думала, солнышко спряталось. Оно не просто спряталось. Оно как следует спряталось. А я зонтик не взяла. Ну, вроде дождик небольшой должен быть. В общем, бегу, мчусь. Я, как всегда. Я медленно ходить не умею. Я всегда мчусь. Это привычка. Ну, так вроде ничего. Тепло, даже жарко мне в куртке. Фух. Ой, девоньки, смотрите, цветочечки. Желтенькие. Ну, все, весна уже пошла в полный разгар. Решила по аллейке, по любимой, пройтись. Фух. Ой, а тут красота. Ой-ой-ой-ой. Смотрите. Смотрите, цветочки такие. И вот эти, как они называются? Желтенькие. Нарцисс, что ли? Да, нарцисс, по-моему. Там еще я вижу розовые. Ой, какая красота. А вот это что за цветочки? Желтенькие. Ну, это тоже, наверное, будет нарцисс. В общем, красота, девочки. Все. Я рада. Скоро как полезет. Дожди закончатся. Как полезут у нас на этих клумбах эти всякие тюльпанчики и петушки. И одуванчики. И, в общем, буйно-буйно зацветет. Позеленеет все. Так, а что у нас на кустиках, деревцах? Вот такие вот уже листочки распустились. Ну, классно. Вот так вот и бывает у нас. Дожди, дожди, дожди. Потом заканчиваются дожди. Резко начинается тепло. Прямо жара. Мы скидываем куртки. И сразу остаемся в футболочках, олимпиечках. А вот еще тут листики уже какие большие. Смотрите. Класс. Класс. И все, резко раздеваемся. И будем уже кайфовать от жары. Так, ну все. Мне сейчас надо в торговый центр этот забежать. В банкомате денежку снять. И в садик забегать. Всем привет. Все, куда идем? На тренировку. Все, у нас... И мы сейчас едем на тренировку. Да. Все, Настюля забрала. Жарко. Что-то в куртке. Но без куртки было бы холодно. Ну и все. В общем, дождик уже прекратил. Чуть-чуть покапал и все. Очень шумно. Все, мы едем, девочки, на тренировочку. Здравствуйте. Пока-пока. Ну что, девочки мои. День пробежал незаметно. В общем, и вечер тоже пробежал незаметно. Настю отвела. В магазин забежала. Кстати, зашла я в фикс прайс. Хотела купить сиропчик для суставов. А там уже никаких сиропов нету вообще. Жалко, конечно. Но это значит, надо брать сразу. Как только понравилось что-то, сразу бежать и брать еще. Ну что делать? Может быть, еще появится. Купила продукты, но не стала показывать, потому что ничего нового такого особенного не покупала. В общем, взяла овощи. Взяла грудинку парижскую свою любимую. Сейчас бутербродик съем. Вот. И все. И потом по телефону то с соседкой поговорила. Жду не дождусь, когда она уже приедет, соскучилась за ней. В общем, то одно делала. Проверила видео, опубликовала вам на завтра. Как раз будет видео новое. В общем, короче говоря, вот так вот день и прошел. Ничего я уже не делала по дому, потому что у меня на это не было времени. Какая-то суета, то одно, то одно, то другое. В общем, и так день прошел. Но, надеюсь, может быть, завтра будет более плодотворный день. Хотя завтра записалась на стрижку на 12 часов. Вечером мне надо с садика Настю забрать, сюда привезти. Ну, может быть, между этими делами, может быть, появится окошко, что-нибудь поделаю. Ну, мне предстоит посуду перебрать. Но это посуду, которую нужно отдавать. Ее нужно как-то аккуратно сложить. Все это хрупкое все. Не знаю, будет мне завтра время это делать или нет. Ну, посмотрим. Будет день, будет пища, да. А сейчас я решила заварю-ка. Я, наверное, чаю к спокойной ночи, который называется. И с медом я его попью на ночь. Может быть, чтобы поспать в эту ночь, хоть нормально усну. Вот. Ну, все. Хочу пожелать вам спокойной ночи. Увидимся завтра. Доброе утро, девочки мои. Выспалась я сегодня хорошо. Прям уснула рано и проснулась в 6 часов. Вот. Новый день начался. И я уже с утра полезла в диван. Подоставала там ненужное что-то. Уже он кульки приготовила на выходе. Что-то выбрасывать. Что-то нужно отдать. Вот для меня вот это вот отдать, это прям хуже нету. Проще вот так вот раз, выбросил, на мусорку отнес и забыл. А когда нужно кому-то что-то отдать, то это нужно договориться, чтобы человек вот пришел, забрал, там отдать, развести. То есть опять продолжает это все у меня лежать. И вот это нужно вот все будет как-то отдавать постепенно. Я уже посматриваю, посматриваю на вот это место, где у меня посуда в стенке стоит за стеклом. И думаю, там вот честно говоря, мне бы хотелось бы все вот так вот выгрести вообще. И хрусталь тоже вот все выбросить, все отдать, выбросить, куда-то прям все заново там начать. Ну может быть стаканчики там какие-то оставить и все. Все эти вазочки хрустальные, какие-то конфетницы, эти сувенирчики, всякая вот эта вот ерунда, она мне честно говоря вот не нужна стоит, да? Просто стоит и стоит. Вот это вот надо тоже от этого как-то избавиться. Но я вам сейчас покажу, что там сейчас у меня наставлено. А на самом деле, я думаю, за один день я не управлюсь, потому что чтобы это собрать, тем более это все такое хрупкое, это все нужно как-то сложить, вот то, что кому-то отдавать, как-то поскладывать в коробочке или во что-то, чтобы оно не разбилось. В общем, короче говоря. И буду я, наверное, это все потихонечку раздавать. Ну за одно видео, наверное, вот в это видео уже не попадет результат. Вы увидите сейчас только начало всего этого этапа. Ну а когда будет конец, я еще сама не знаю. Ну а сегодня я иду на стрижку. Записалась на стрижку. В общем, короче говоря, уже немножко подзаросла, челка в глаза уже лезет, немножко убрать. Ну в общем-то чуть-чуть надо убрать, но в любом случае у меня скоро будет просто безобразие. Мне уже укладываться сложнее, когда волосы длинные, они быстро начинают куда-то заливаться, заворачиваться, в разные стороны смотреть. Я это не люблю, поэтому нужно вовремя стричься. И мне нужно филировать, как бы проредить немножко волосы густые. И они у меня еще вьющиеся. Ну в общем, короче говоря, после стрижки наверняка многие напишут, что вот вам было лучше, подстриглись, как бы стало хуже. Но на самом деле это всегда только в начале. Я прошу, чтобы вы мне покороче немножко подстригли. Волосы очень быстро растут. Поэтому после стрижки у меня обычно одна-две недели и уже становится все нормально. Так что как подстригу, так подстригу. К мастеру одному и тому же я хожу. Ну в общем, как-то так. Вот у меня сейчас вот эти полки выглядят. Ну там посуда, тоже надо что-то отдать, что-то убрать. Очень много всяких сувенирчиков, но они мне не нужны. И в общем, я хочу уже здесь порядок навести и выбросить большую половину, если даже вообще почти все, наверное. Почти все хочу выбросить. В общем, потихоньку надо будет это все складывать. Ну вот, глаза боятся, руки делают. Убрала все статуэтки, намного стало меньше всего. Ну в общем, хрусталь пока засунула наверх. Еще нужно будет подумать, что с ним сделать, определиться с ним. И можно будет прикупить новую посуду. Ну, пока так, может быть, еще что-то буду менять потихонечку. Ну посмотрим. Более-менее уже так чистенько выглядит. Ну вот, часть пакетов на отдачу стоит у меня уже. Вот эта у меня стоит на мусорку уже. Все, собралась, выхожу из дома. Девочки, какая раз прекрасная погода. Классно так. Думала, куртку одевать или не куртку. Посмотрела, люди еще в куртках ходят. Так-то тепло, но ветерок и седу непрохладный. То можно и заболеть. Береженого Бог бережет. Ой, какие тут цветочки, кусточки пораспустили. Сейчас сниму, покажу вам. Как все-таки глаз радуется, когда зелень распускается. Уже тюльпаны такие большие. Там уже бутончики, петушки, тюльпанчики. Классно, классно. Цветочки скоро пораспускаются. Будет красота, будет благодать. Ну что, девочки, я приехала на стрижку. В общем, смотрите, как у меня сейчас и как у меня будет потом. Все, захожу, иду стрижься. Ну что, девочки, вот я подстриглась. Вот так будем садить. Все, аккуратненько. Все здорово. Ой, я в общем рада. Голова свежила. Я вот смотрю, на той стороне дороги, фикс прайс, сходить туда, что ли. Может быть, там будет сиропчик для суставов. Может быть, там его еще не весь выпили. Пойду туда схожу. Ну что, девочки, я пришла домой с фикс прайса. Сиропчика там не было, но кое-какую посудку я там прикупила. Сейчас покажу. Ну что, вот такая вот покупочка у меня. Взяла я вот такую корзинку с крышкой, беленькую. 99 рублей стоит. У меня на подоконнике стоит розовая. Я туда белую хочу поставить. Розовую в другое место. По 99 вот такие вот кружки, пол-литровые. У меня сын иногда приходит, хочет пить чай с большой кружки. Вот я взяла две штуки, прикольные. Вот такие блюдца по 55 рублей. Взяла две штучки. Иногда блюдца нужно там положить пироженка, например. Ну или что-нибудь там меленькое такое. Пусть будут блюдца. Вот такую вот я взяла салатницу большую. Но вообще я сюда хочу положить яблоки. Они у меня лежат в другой салатнице. Та немножко неудачная покупка. А вот эта емкая, очень хорошая. Салатница стоит 149 рублей. И вот 77 рублей стоит вот такая пиалка. Ну маленькая тарелочка. Это в принципе внучка приходит на 680 миллилитров. Ну внучка приходит, небольшую тарелочку бывает ей супчика налить. В общем, будет еще. И еще, девочки, вот такая вот удачная покупка. Смотрите, я прям не поверила своим глазам. 6 штук стоит 199 рублей. Винес. Это вот эти станки, которые стоят 2 штуки. По-моему, 265. Ну что-то так вот они стоят. Пятерочки в магните. 2 штуки стоят дорого. А здесь 200 рублей 6 штук. Вообще классно. Сейчас открою, посмотрим внутри. Да, станки действительно такие же точно. Абсолютно такие же. В общем, 4 плюс 2, 6 штук. Классная цена, мне понравилась. Ну что, девочки. Вышла я, иду в садик за Настей. Ничего дома не делала. Пришла, пообедала, полежала, посмотрела видосики и все. Решила отдохнуть. Надо иногда посматривать блоги разных блогеров. Вот, ну и так отдохнуть. Да, телефонные звонки, то, то, да, все. Я думаю, на сегодня хватит. Я при том, что когда пошла стричься, я села в кресло. Обычно я люблю поболтать со своим мастером. А тут села, она в голове копошится. А я молчу, припухла такая, сижу в полудремном состоянии. Такой расслабон, отдыхаю. Я поняла, что нужно прийти домой, да, отдохнуть. Отдохнула. У нас отключили сегодня батареи. Наконец-то. Я вчера ждала, 15 числа обычно выключают. Вчера не выключили. Сегодня утром топили. Хотя на улице тепло. Я думаю, да когда же уже. Но выключили все. Теперь у меня не будет уже в комнате жарко. Потому что у меня же труба прогревается, которая наверху идет. В общем, нормально. Так, вышла я немножечко пораньше. Думаю, прогуляемся. А вот сейчас вломилась, чесала, иду и думаю, что я так лечу. Я, собственно говоря, хотела прогулочным шагом пройтись по воздуху. Думала, одевать куртку, не одевать. Думаю, да, одену. Потому что ветерочек все-таки дует. И правильно сделала, что одела. Потому что мне не жарко. Вообще не жарко. Тем более уже вечерок. Люди вон там копают, сажают. Цветочки какие-то у себя на клумбочках. На дорогу не идут. Возле дома. Вот. Сейчас Настю заберу. Тоже так пройдемся. Немножко погуляем. Воздухом подышим. Что дома сидеть. Погода хорошая. Погода классная. Светло, тепло. Надо погулять, воздухом подышать. Так что вот так вот. Всем привет! Привет, привет! Мы идем после садика. Идем домой. Я вам покажу. Расскажи, какая погода сейчас у нас? Пасмурно. Ну, тепло же? Ну, тепло. И пасмурно, и тепло. Вот. Прямо хорошо на улице. Так хочется прогуляться, не торопясь, да? Дождя нету. Ветер не уносит никуда. Да. И солнце в глаза, главное, не палит. Прямо хорошо. Как там в садике ты день сегодня провела? Хорошо. Ни с кем не ругалась? Ну, один раз поругалась. Да, ты что? Я поругалась с Женей. Ну, потом помирилась? Ну, да. Детки гуляют. Мамы с детками вышли. На площадке. Все гуляют. Даже на качелях места свободного нету, да, Настя? Покататься. Может быть, там дальше где-нибудь будет качеля свободная? Чуть-чуть можно покататься. Я покатаюсь. Ну, ты покатаешься, не я же, конечно. Ну, потому что ты не сможешь сильно раскататься, как я. Я же... Ну, а мне-то уже как-то кататься и поздненько вроде. Я уже накаталась в детстве. Ты видела вообще цветочки везде распускаются? Смотри, какие травки зелененькие. А вы знаете, у нас в садике уже распустились такие желтенькие цветочки. Вот такие вот как там, да? Смотри, вот на клумбы. Ну, не такие большие, но маленькие. Да, прям... Ну, один, но два есть вот таких вот цветочков. Прямо сейчас прям трава очень сильно полезла уже. И у нас в садике есть на дереве почки. Давай покажем тут гумбочку. Прямо уже зелень такая большая полезла. И вон уже цветочки желтенькие, нарциссики. Ну, вообще классно, да? Ой, прямо, честно говоря, очень приятно, что уже весна пошла во всю свою силу. И приятно, что все расцветает. Прямо глаз радует. Я в этом видео уже много раз говорю, рассказываю, какая погода. И показываю, какие травки, цветочки повылазили. Это потому, что, девочки... Ну, мне кажется, мы потому что в южном регионе живем. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, у кого-то еще снег не сошел. Кто-то севернее живет. Там еще, может быть, холодно. Ничего не расцвело. Кстати, напишите в комментариях, у кого какая погода, у кого еще снег лежит, а у кого тоже расцвело все. Травка зеленеет, солнышко блестит и так далее. Вот. Ну, в общем, мы идем с Настей дальше. Всем пока-пока. Да, рано еще прощаться. Подожди. Мы еще вечер будем что-то снимать. Да? Да. Ну, ладно, пока делаем паузу. Шли-шли. Смотрим. Есть дворик, в котором нет деток на данный момент. Ну, решили здесь немножко приостановиться, чуть-чуть покататься. Да. Я говорю, катайся, пока никого нету. А то возле нашего дома сейчас там, наверное, куча детей. Качели одна, куча детей. Ну, вот так. Решили немножко чуть-чуть подышать воздухом, погулять. Так, ну что, мы с Настей дома уже нагулялись, накатались. Решили аппликацией заняться. Вот мы с несовместными усилиями делаем тут море, лодка, парусник у нас, солнышко. Сейчас Настя облачко вырезает. Это мы делали совместными усилиями. Потом Настя будет уже творить сама. Я ей показала, как мы делали в садике в нашем. А у них немножко по-другому. Ну, уже красивая картина. Покажем сейчас. Вот какая получилась красота, да? Настя говорит, можно на выставку. Вот. Ну, такую красоту сделали. Теперь Настя сейчас сама что-нибудь будет фантазировать, да, Настя? Ну, все. Ну, все. Я ей дам вам все пока-пока. Пока-пока. Все, иди. Папа тебя ждет. Ну, вот и все, девочки мои. День подошел к концу. Сын пришел. Мы с ним посидели тут, поболтали. Чай попили. Собрал Настю. И они уже пошли домой. Хорошо провели вечер. В общем, пообщались. И что я вам хочу сказать. В общем, такой плодотворный день сегодня был. Стрижечка мне нравится. Я еще голову помою. Как всегда, переуложу по-своему. Но уже, как бы, полегче, уже хорошо. Вот. Ну, я хочу это видео на этом и закончить. В общем-то, она снимала там цветочков, лютиков вам всяких разных. Кому видео понравилось, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, девочки. И до новых встреч. А что будет завтра, узнаем уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok